Евочка, тебе завтра два годика. Годика. Два. Два годика. Будешь спать и ждать день рождения? Да. Ему мы уложили сегодня спать супер рано, потому что у нас есть супер план, который я очень надеюсь, что получится воплотить в жизнь. В общем, празднование у нас завтра. Вот именно шоу начинается, шоу мыльных пузырей, между прочим, начинается в 12 часов дня. А обычно в 12 часов дня у Евы начинается дневной сон. И значит, ей нужно поспать до празднования, чтобы она была в хорошем настроении, все было хорошо. И это значит, что она должна проснуться супер рано, чтобы еще и успеть поспать до 12. Поэтому уложили мы ее тоже рано. Завтра разбудим, да, в свой день рождения. Мы разбудим, но я думаю, она обрадуется, потому что... Тебе очень идет. Попросила, значит, Дениса купить какую-нибудь красивую резиночку, потому что, представляете, забыла. Вот весь образ продумала Евен, а резиночку для волоса красивую не продумала. Денис возвращается, значит. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, мы найдем, что надеть. О, я же вам еще платье не показала. Ладно, сейчас я закончу с цветами. Мы берем гипсофилу. Вот такая красота. Сейчас обрежем вот эти вот цветочки, и они будут служить дорожкой к первому этапу. С этим пакетиком мы ее встретим в кроватке. Кажется, он тебе великоват. Это еще, конечно. Да. Опа. Все себе сада. Можете еще бусики? Ну, а вот и самая милая часть. Два платья. Это я выбрала на часть домашнюю, то есть на прохождение квеста. А это на само празднование. Там, где будет шоу мыльных пузырей. Невероятно красиво блестит. Сандали универсальные. И к этому платью подойдут, и к этому. Либо Денис как раз купил резиночку, я думаю, серебряную сюда. И, в принципе, можно и ее уже сюда. Она такая, с одной стороны, минималистичная, но с другой стороны, нарядная. Тебе какое платье больше нравится? Вот оно. Вот это. Праздничное. О, господи, я испугалась зайца. Ну, посмотри. Просто зашел. Кстати, шарики. Это значит шарики. Здесь спит Ева, поэтому я говорю шепотом. И вот это тоже шарики. Какую-то часть мы показываем в самом начале, еще в спальне. А вот эти дверята, например, ее встретят уже здесь. Доброе утро. 6.30. Мы хотим спать. День рождения пирожка. Плейлист готов. Пирожок спит. Сейчас пойдем с песенками будить. Доброе утро. С днем рождения, пирожок. Ева, тебе сегодня два годика. Так, надо встать. Цветочки. Цветочки, да. Шасики. 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 Еще два годика. А тут написано Ева. Почему у Калютия? Бум. У тебя будет первый квест в жизни. Цветочки. 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 Ой. Ева, ты хочешь пройти квест? Пойдем тогда, я тебе покажу кое-что. Тебе нужно идти по цветочкам. Тропинка. Да, это в обратную сторону. Пойдем по тропинке за папой. Что это такое? Печенье. Печенье. Первым делом увидела печенье. Ну, пробуй, это тебе. Кто это? Это тебе сухой паек и бутылочка. Ева, теперь ты в нашей банде. У тебя есть своя маленькая бутылочка. О, одну руку можно зайти там? Печенье. Елики. Малина. Да, малина. А это цифра два. Два. Потому что тебе два годика. Годика. А это бантик. Танец за немножко. Посмотри вокруг, где ты видишь пакетик на полу. Что там лежит? Тапки. Твои любимые тапки. Ева, сейчас ты будешь проходить весь квест в тапочках. Евочка, а сейчас тебе нужно найти матрешку в домике. Идем искать. Вот и домик. Открывай матрешку. Что там лежит в матрешке? Ляля. Матрешка Ляля? Да. Да. А что там внутри? А в матрешке? А, Ляля. Правильно она говорит. Там же всегда Ляля. Евочка. Мама. Это мама. Да, матрешка. Но сегодня внутри не Ляля. Папа Денис. Папа Денис это? Ева, внутри подарок. Да. Актриса маленькая. О. Ой, какая красота для Евы. Это украшение на шею, на ручку, браслетики. Котят, конечно, выбрала. Зеркало. Надеть? Вот сюда на ушки надеть тебе? Да. Надеваем на ушки. Опа. Надели. Ой, котятки. И еще. Сейчас я тебе зеркало покажу. Зеркало. Смотри на ушки, Ева. На ушках у тебя котята. Нравится? Да. Молодец. Лёва дальше пошла квест. Искать. Дядя, дядя. Ля-ля-ля-ля-ля. Вкусно? Дашь укусить? Спасибо. Просто сильно по ней не бери, ладно? Просто немножко. Немножко. Немножко можно. Стояла. Готова идти дальше? Да. Теперь тебе надо пойти в ванну, открыть дверку в ванну. И ты кое-что увидишь на коврике. Тук-тук. И тут бантик. Бантик. И тут бантик. И тут бантик. И там бантик. В виде шарика, да? Бантики. Бантики. Надеваем с носочками вот так вот. Будет очень красиво. Хочешь надеть? Давай сначала носочек красивый. Давай ножку поднимай. Молодец. Почти сама надевай. Вот так. Смотри какой красивенький, да? Для следующего этапа надо найти бабочку. Где-то вокруг. Посмотри на полу бабочку. Где-то вот на полу. Вот она. Молодец. Теперь нужно открыть эту дверь. Заходи. Заяц. Что принес зайчик? Платье. Платье. Я вот смотрю. У тебя есть сандалики. У тебя есть украшения. Не хватает только платья. А вот и платье. Вау. Ой, принцесса. Это пузырек. Гусеница. Ты похожа на гусеницу? Да. Пойдем дальше искать подарки? Да. Отправляйся на кухню. И ищи корзинку. Так. Нашла корзинку. А вот их платье такая примяла немножечко. Мешает. Разворачивай. Что внутри? Теки. Опа. Тём. 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 Мама красится всё время кисточками, тенями. У мамы зеркальце есть. А теперь это есть у тебя. Вау. На коврик пойдем? На зеркальце. Да. Правильно. Это тональник как будто бы. Открываешь. И нажимаешь. Раз, два, три, четыре, пять. Это вообще классная штука. Это твоё зеркальце. Папа, хочется. Поспи пока. А это что такое? Чё. Карандаш для глаз. Да, аккуратненько, только сильно не попади. И для бровей можно красить бровки. Но это любимое для всех девочек, наверное. Открывай. Вот, Ева. Вот, ты это уронила, будто. Помада. Губки, да. У неё инстинктивно, слушай, у неё реально в крови. Помада. Помада. Закрывается. Не закрывается? Да. Вот так. Закрывается. Закрывается. Там ещё что-то одно лежит. Опа. Здесь пудра, и ты кисточкой берёшь? Своей маленькой кисточкой. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И наносишь на щёчки. Не, не, не. А здесь ты можешь пальчиком ковырять. Слушай, она сразу же начала ковырять пальчиком в тенях. А я ей говорю, обычно не надо, потому что, ну, это мои тени. А тут можно ковырять, Ева. Можно вот так делать. Нету. Ну всё, закончились, да, там штучки всякие. Мама. Ой, какое вкусное платье было, блядь. Мама. Вот. Дальше идём? Да. Идём. Фламинго! Твоя бибинго! Твоя бибинго! Бибинго, бибинго, бибинго! Мне кажется, самое классное, что будет у нас сейчас коробка дома. Ева, хочешь залить в коробку? Да. Опа! Ну всё. Нужно закрыть? Привет! Ну ты и подарочек. Пойдём дальше искать подарки. Пойдём дальше. Тебе нужно пройти в спальню, где мы спим. И открыть ящики белого комода. Где у нас белый комод с твоими вещами? Нету. Дальше ищи. Нету. Другой ящик открывай. Что там такое? Что? Это микрофон? Да! Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Говори вот сюда. О, так не надо делать. Губками именно вот так. Привет! У Евы сегодня день рождения. Песенку. Мне нравится. Хорошо. У меня нет подарков. У меня тоже. У нас скоро день рождения нет. А у меня нет. Следующий этап, между прочим, ты открыл его, котик. Под одеялом был следующий этап. Да? Смотри, что у тебя лежит под одеялом. Где? 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 Это много-много фломастеров. Это Настя тебе подарила. Твоя тетя. Сейчас мы откроем. Ой-ой-ой. Ой, как много всего. Здесь будем брать листочки. А тут столько фломастеров, столько карандашей. А это мелки. Что за общий рай, знаешь? Круг. У нас произошло переодевание. И последний этап, Евочка. Нужно идти туда, где все твои игрушки. Где у тебя все игрушки? Нашла. Безмолвно нашла. Это знаешь, что такое? Беговел. 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 Садись. И теперь ножками отталкивайся. Ножками отталкивайся и едь вперед. Тяжело еще, да? Ну, типа того. Ну что, квест подошел к концу. Около часа Еву проходила. Со всеми подробностями, остановками. Беговел немножко пока, мне кажется, рановат. Либо она не поняла смысла. Но мы, наверное, на прогулке там покажем. Либо посмотрим, как другие детки катаются. Потому что, в принципе, он уже от двух лет. Классно. Ну что, пойдемте гулять? Куда пошла? А, ты пришла собираться гулять? Да. Итак, мы вышли нагуливать аппетит. И на завтрак. Праздничный завтрак. Все будут есть, что хотят. Я все равно буду кашу, знаешь. Не, ну я реально люблю кашу. Ой, солнечная Ева. Сегодня замечательная погода будет. Так полосанто сильно пахнет, да? Я положила в дамскую свою сумочку палочки полосанто. И теперь каждый раз вскрываю, и так пахнет приятно. Моя цель вообще, чтобы мы позавтракали, пошли гулять. И Ева заснула в коляске в десятом часу, чтобы она поспала хотя бы полтора часа до празднования. Жарко? Ева какао второй раз в жизни будет пробовать. И то первый ей не очень понравился. Не знаю, посмотрим. Я его сделала на кокосовом молоке. Это мой латте. В холодном виде тоже на кокосовом. И у Дениса кофе. Пока что Ева поедает у Дениса бутерброд. И он пошел поэтому за вторым. Будешь какао еще поедать? Шоколадная. Шоколадная, да. Нет. Нет? Больше не будешь. Зревень для нождения. За пуговка тебя. Мы позавтракали, пришли в парк нагуливать сон. С днем рождения тебя. В лицо ты пинаешь. Давай еще раз. Опа. Тихо-тихо. Ой, ты тяжелая. Так, у нас Ева сейчас досыпает сон с бабушкой в коляске. Мне нужно в темпе вальса, как это говорится, накрасить вся. Какие-то неприятели у меня сегодня вышли на подбородке. Точнее, не открытые прыщики, а именно просто цвет. Немножко такой неровный у кожи. Швилюр, конечно. Просто кто меня как не называл уже. Тигренок, облачко, барашек. Что? Для чего? Я не могу. Я крашусь. Ладно. Это с крышкой. Это рис высыпется. А вторая еще без крышки будет? Да. А это куда? А это тоже в отдельный пакет. Это именно туда же на стол, чтобы мы складывали фрукты сюда. Все, вопросов больше нет? Вы мое зеркало сейчас. Как раз видеографа я заказала с 12 до 3, чтобы даже не думать о том, что снимать, как снимать. Просто будет человек за это ответственен, и я буду в моменте надеяться. У меня будет такое небесное платье, конечно, не сравнится с Евиным по праздничности, потому что у нее прям такое космическое, а у меня такое легкое, летнее. Денис вообще будет в футболке. У него как бы выбора нет. У него либо белая футболка, либо серая на все случаи жизни. Под самый вечер в 7 часов к нам придет фотограф уже дома пофоткать. В нашем вот розовом платье с шариками совсем, потому что я сегодня утром, конечно, ничего не успела сфотографировать, никаких красивых кадров я не сделала. А Денис сейчас отправляется за едой. Мы, конечно, сами ничего не готовили, иначе ничего было бы не успеть. И Денис сейчас еще раньше уезжает за готовым пловом. У нас будет веганский плов с соевым мясом. Потом салат пекинский, ну это обычный такой, знаете, овощной с зеленью. Роллы вегетарианские и что еще? Торт, конечно же, торт. Три с половиной килограмма. Так, время. Есть еще. Только что придумала макияж. Ты не будешь творить? Красиво? Да. Тош, можно будет... Нет, мама. Нет, мам. Ой, праздник! Красотка какая! Луна. Видела, но не было много. Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, сейчас 8 часов вечера. Атмосфера в доме вот такая. Сколько всего произошло, на самом деле. Какой у нас дома ковардак. Но прямо сейчас мы хотим заняться уборкой и, наверное, тем, что уложим Еву спать. И потом, возможно, я выйду еще на связь, расскажу вообще, что как произошло. Добренькое утречко. У нас как утро после какого-то корпоратива. Утро после девичника. Дома такой бардак просто повсюду. Коробки, игрушки. Мы вчера еще с друзьями по всей нашей квартире играли в прятки. Оказывается, это так весело, так интересно, когда много людей. У нас очень прикольная планировка квартиры. Я это только сейчас осознала. Что у нас как бы есть такой центр и разветвление в шесть разных сторон. Прикольно прятаться, то есть интересно играть. Ева вообще сама проснулась. Ну-ка, иди сюда, переживай. Проснулась сама тихонечко. Что это такое у тебя? Ботиночек, куколки. Тихонечко ушла в комнату, где все игрушки. И начала играть. Я уже потом что-то слышу. Микрофон включается. Какая-то музыка. Я думаю, а где Ева? Наверное, полчаса она здесь просто одна ходила, играла. Просто посмотрите на обстановку сзади, как бы. Девочка, тебе понравился праздник? Я тебе понравился. Понравился, да? Да. Ева, тебе сколько годиков теперь? Один. Нет. Теперь тебе два. Два. Сколько тебе годиков? Два. Два. Я считаю, девочки, праздник прошел на ура. Правда. Очень классно. Это был первый детский праздник, на котором была я. Почему я говорю микрофон? Я не понимаю. На котором была я, который я же организовывала. И мне кажется, получилось классно. Ева периодически подбегала ко мне в течение дня. Я говорила, маме, день, день я. Два годика. Такая радостная. То есть она в шоке от того, что происходит. Мама. Да. Папа. Кстати, вы вообще заметили, что я со своими волосами? Мало мне вчера было событий. Я еще под вечер решила все хорошенечко прочесать, вымыть. В общем, теперь я снова обычный, нормальный человек. Так удивительно, что она лет через 15 может это посмотреть и увидеть, как вообще прошло. Ее два года. Вообще, современным детям очень повезло. Их так много снимают, без повода и с поводом. Спасибо, что были с нами. Спасибо за все ваши поздравления везде, повсюду. Скажи пока-пока туда, на камеру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Преследуется, преследует мяу. Ева, где мяу? Лицо. Мяу. Ты знаешь, что это не наша штучка? Преследуется, преследуется. Субтитры сделал DimaTorzok Краю. Ребята, жалко. Девят, жалко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok